Организаторы концерта Аллы Пугачевой в белорусской столице обнародовали финансовые итоги мероприятия. Выяснилось, что на сольнике неплохо заработала не только Алла Борисовна, но и прокатчики. А ведь билеты на выступления Примадонны в Минске стоили на порядок дешевле, чем в Москве, где спекулянты подняли цены в заоблачную ввысь. Эксперты отмечают, что Примадонне удалось покорить самую сложную концертную площадку в Беларуси. Напомним, что стадион Минск-Арена вмещает 14 тысяч зрителей. Мало кому из современных исполнителей удается собрать такую аудиторию. Обычно организаторы концертов используют черные кулисы, чтобы уменьшить размер зрительного зала. До Пугачевой только на выступлении кумира белорусской молодежи Макса Коржа наблюдался полный аншлаг. На концерт Аллы Борисовны съехали зрители из разных стран мира. Думаю, Алла Борисовна прилично заработала на своем юбилейном шоу в Минске. Самый дешевый билет на шоу Пугачевой стоил около 2000 российских рублей. Даже по самым скромным оценкам, валовый сбор в тот вечер составил около 30 миллионов. Из них примерно 250 тысяч евро – гонорар Аллы Пугачевой, цитирует комсомолка гендиректора компании «Ру Концерт» Евгения Морозова. Оставшиеся 12 миллионов достались организаторам, из которых они миллион потратили на аренду зала. А между тем в разных кинотеатрах страны прокатывается фильм «Тот самый концерт» с участием Аллы Пугачевой. Теперь юбилейное шоу Аллы Борисовны доступно любому поклоннику за символическую цену. Примечательно, что за две недели проката фильм собрал примерно 5,5 миллионов рублей. Успешную конкуренцию российской звезде составляет французская певица Мелен Фармер. Ее фильм «Концерт» только за первую неделю преодолел барьер в 7 миллионов. Похоже, что дерзкая француженка пока лидирует в этой заочной дуэли. Посмотрел концерт Аллы Борисовны и язвительный музыкальный критик Сергей Соседов. «Это ужасно. На это невозможно смотреть. Больно на это смотреть. Она еле стоит, за воздух держится, задыхается, не поет, а говорит песню. А мне больно и плохо. Мне кажется, что я сейчас упаду в обморок». Поделился он своим мнением. Соседов добавил, что немощные артисты не должны выходить на сцену. «Апокалипсису не место на сцене. Это нельзя показывать. Неужели она этого не понимает? Это просто скинуть саму себя с пьедестала», – горестно отметил критик.